А это уже рывок в космической интеграции Белоруссии и России. Наши девушки продолжают предполетные тренировки в звездном городке. Решение об отправке белорусского космонавта на Международную космическую станцию было принято в апреле 2022 года президентами Белоруссии и России. Тут же был открыт набор претендентов, а точнее претенденток. Впервые в истории Белоруссии в космос решили отправить женщину. Были выбраны основной кандидат Марина Василевская и ее дублера Анастасия Ленкова. Сегодня они отрабатывали выживание на воде. Что возьмет с собой на МКС первая женщина-космонавт Белоруссии? Какие задачи она будет выполнять на станции? Подробности в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской. Уже почти 4 месяца белорусские участницы полета в космос усиленно тренируются в звездном городке. Позади работа в невесомости, выполнение штатных и нештатных ситуаций на тренажере «Союз». Именно этот корабль доставит первую женщину-космонавта из Белоруссии к звездам. Сегодня отработка возвращения на землю, а точнее на ее водную поверхность. Осторожно голову. Подошел на ступень. Руки держим. Нет, в обратную сторону. Вот так? Да, вот так. Чтобы закрыты были земли. Если не было. Помахать она, да. Да, тут машем. Тренировка называется «Водное выживание». Здесь задача основного и дублирующего экипажа – научиться слаженно действовать, если спускаемый аппарат приземлился в океан или море. Необходимо быстро поменять скафандр «Сокол» на гидрокомбинезон «Форель». Он яркого оранжевого цвета, чтобы спасатели увидели экипаж издалека. Также в случае протечки – отработать экстренную эвакуацию из корабля. Как первое впечатление? Первое впечатление у нас как самое первое. Зальюк дальше, становимся также на ребро, чтобы не скользко было. Сейчас на улице снег и минусовая температура, поэтому тренировка проходит не на открытой воде, а специальной гидролаборатории. Это искусственный бассейн, оборудованный множеством устройств, которые имитируют спуск и подъем из воды. Все под строгим наблюдением врачей, психологов и водолазов. Ведь одна из задач – уметь действовать в экстремальной обстановке. Наше подразделение готовит космонавтов к событиям, вероятность которых мы же стремимся свести к нулю. Тем не менее, эта вероятность есть, и по существующим нормативам экипаж в некоторых случаях может быть эвакуирован с места посадки в срок двое суток или даже трое суток после посадки. Поэтому экипаж должен знать, как и уметь сохранить себе жизнь и здоровье в течение двух-трех суток после приземления. В среднем подготовка к полету занимает полтора года. Большую часть времени белорусские участницы проводят на тренажерах корабля «Союз» и на модулях МКС. Это точная копия российского сегмента Международной космической станции. Первый модуль с поэтическим названием «Заря» был отправлен в космос в 1998 году. За 25 лет их добавилось еще пять. То есть, если говорить простым обывательским языком, однокомнатная квартира превратилась в шестикомнатную. И вот в такой космической квартире белорусская Марина Василевская проведет 12 суток. За это время первая женщина-космонавт в Беларуси будет работать над исследованиями в биомедицине, выполнит опыты по выращиванию растений в космосе, а также испытает сложные приборы в условиях невесомости. Очень счастливы, что мы оказались здесь, и благодаря нашему государству у нас появилась такая возможность открыть наши двери нашей Беларуси в космическое пространство. Конечно, мы будем брать белорусский флаг, и я еще хотела бы взять наш белорусский паспорт и быть той, которая сможет сделать фотографию из обзорного иллюминатора с белорусским паспортом, как свидетельство о том, что у нас в Беларуси есть космос. Помогать ей будет тоже уроженец Беларуси. Герой России – летчик-космонавт Олег Новицкий. Это его уже четвертый полет к звездам. Может быть, ответственности немножко больше, потому что в прошлом полете привозил киногруппу Антон Шкаплеров, а я их только спускал. Сейчас, получается, идет уже полноценная подготовка к составу экипажа. Это будет и уведение, и работа на орбите, и, соответственно, спуск. То есть в этом плане ответственности, конечно, немножко больше. Но, хочу сказать, интересная работа. Впереди у белорусок еще практическая тренировка выживания в сложных погодных условиях. В случае, если спускаемый аппарат приземлится в глухом лесу, и на его поиски уйдет несколько суток. А исторический для нашей страны полет первой белорусской женщины-космонавта запланирован на март 2024 года. Дарья Белаусова-Петровская, Александр Любителев, агентствитель новостей «Звездный городок Россия».